Спасибо тебе, Господь, что имеем эту великую привилегию, Господь, находиться с Тобою, быть с Тобою, Господь. Ты Бог благий, Ты Бог живой, Ты Бог истинный, Ты Бог богатый милостью по Своей великой любви. Спасибо тебе, Господь, что Твоя благость сегодня с нами для всяких добрых, святых проявлений Твоих, Господь. Спасибо тебе, Господь. И мы от всего сердца сегодня, Господь, соглашаемся и благословляем Церковь Твою, которая является столпом и утверждением истины Твоей. Спасибо тебе, Господь, что Ты привел нас в собрание святых. Спасибо тебе, Господь, за Церковь, которая является Домом Божьим, Домом Хлеба, Господь, Невестой, Лозою, Господь, Воинством Божьим, Виноградником Господним. Господь, кто является сегодня Божиим, Господь, этой божественной Нивой. Отец, спасибо тебе, Господь, что мы можем сегодня пребывать с Тобою внутри Церкви, Господь, где святая кровь освящает и очищает. Благодарны Тебе, Господь. Да благословится Твое доброе и драгоценное имя. Бога Отца, Сына Христа и Духа Святого. Аминь. Ну что ж, возлюбленные, да благословит нас Господь сегодня. Спасибо, что мы сегодня можем собраться. Ну, Бог нам дал такую привилегию. Спасибо прославлению, что кто-то, имея таланты сегодня, какие-то дарования, может нам сегодня послужить. И по-настоящему, потому что в Церковь она призвана служить. Правда? Потому что очень важное, по крайней мере, такое слово, одно из важных, не только ученик, но еще и одно из важных, как служитель. Те, кто могут служить. И, конечно, есть разные дарования для того, чтобы служить Богу. Ну что, я бы хотел сегодня поделиться с вами темой, такой, как Церковь Нового Завета. Ну, во-первых, наверняка, когда мы сегодня уже не первый год, кто приходит, читая Священное Писание, приходит в собрание. Вот если мы поговорим с вами о любви, ну, Господи, ну, вроде, как из той песни сказано, о любви не говори, о ней все сказано. И мне кажется, сегодня, да, правда, когда мы приходим в Церковь, мы как-то можем определять, правда, вот это Церковь, а это похоже на Церковь. Ну, так или не так? Ну, так. И очень часто бывает так, что именно там, где вот нас Бог призывает, и мы находим это такое, знаете, доброе отношение, семейное отношение, где говорится о том, что мы как братья, сестры, для нас все-таки, как, знаете, как для человека, который призван именно в определенную общину, это самая лучшая община. Ну, вы согласны, так или не так? Согласны? Ну, так. Так. И я как-то тут недавно, знаете, интересно, в воскресенье же я у вас тут был, и одна сестричка, она служитель здесь, не буду говорить кто, и она очень интересную фразу просто обронила, ну, это в простоте такую, в хорошую фразу сказала. Она побывала в Санкт-Петербурге, там на конференции была, и интересно сказала, говорит, в гостях хорошо, а дома? Это она сказала. И я соглашаюсь по-настоящему, потому что если сегодня смотреть на церковь, а что такое церковь, да? Ну, конечно, наверняка вы скажете, ну, как же, да, пастор, служитель, да, Сергей, мы знаем, что такое церковь, церковь вы еще греческое слово скажете, может, латинское слово, может, еще какие-то слова вы знаете, и еврейские, может быть, слова, скажете, это собрание верующих. Ну, согласитесь, собрания верующих могут разные быть, правда? Вот вы сказали, и я здесь могу вас в чем-то даже поправить. Ну, так или не так? Ну, вот всяких групп верующих, но это же не значит, что они верующие, та церковь, которая вот истинная, так или не так? Тут, наверное, надо немножко подытожить, правда, и как-то вот определить. Все-таки верующие в кого? В Иисуса Христа, правильно? И одно из очень важных, конечно, составляющих, когда мы говорим сегодня о церкви, это, конечно же, призвание, потому что мы призваны Богом в общении Его Сына и Иисуса Христа. Ну, вот это как-то таким, каким-то образом и определяет сегодня церковь. Вообще, вот, читая Священное Писание, такое слово, как церковь, оно в Евангелиях не несколько раз всего, честно говоря, проходит. Вы это знаете также, да? Наверняка. Это в Евангелии от Матвея, коренной стих, Евангелии от Матвея, 16 глава, и еще, по крайней мере, это 18 глава. Как-то другие евангелисты, ну, они не акцентировались, но мы понимаем, что, во-первых, когда Бог создал, а это Бог созидает церковь. Ну, так или не так? Это Бог созидает церковь. Это Он избирает, и Он призывает людей в общении Его Сына Иисуса Христа. Наверняка, может быть, вот как вы сказали сегодня, да, мы в разных местах были, и не всегда можно определить было, что это церковь. Да, мы находились в каких-то группах, были верующие, я не знаю, ну, было, может быть, и наверняка, потому что, когда к Богу приходят, я знаете, ведь люди приходят, как апостол Павел однажды сказал, немного из вас мудрых, немного из вас знатных, немного из вас здоровых, да, красивых, благородных, и еще я кучу всяких эпитетов мог бы собрать. Да, потому что, когда люди к Богу приходят, это, по идее, часто очень, как последняя инстанция. Вот знаете, если уж уйти на удаление зуба, ну, значит, это уже прижало. Или кто-то из вас любит к стоматологу ходить. Ходите, пожалуйста. Ну вот, и я думаю, точно так же здесь, и мы в разных, наверное, каких-то и культах, и в разных-разных каких-то общениях были. Но вот Бог призывает нас сегодня в общение Сына Его, Иисуса Христа. И, конечно же, церковь — это собрание верующих в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя. И вот два места Писания, которые бы, наверное, они бы таким краеугольным основанием и камнем как бы легли, это, конечно, из Евангелия от Матвея, о чем я вам уже сегодня процитировал. Да, и вы это место прекрасно знаете, когда Иисус, задавая ученикам этот вопрос, за кого люди почитают меня, потому что и сегодня, по крайней мере, ну, мы-то в Церкви Божьей, мы-то в Христовой Церкви, мы-то понимаем, что Иисус — это и Господь, и Спаситель, правда? Это и Мессия, и множество всяких образов говорится об Иисусе Христе. И Он единородный Отцу, и Он единороден именно в той Троице. Ну, аминь, аминь, аминь. И вот, когда Он задал эти вопросы в 16 главе Евангелия от Матвея, помните, за кого люди почитают меня? Конечно, и люди заразного почитали Его, и вдруг Петр, исполненный Духа Святого, потому что никто не может назвать Иисуса Господом, как только... Ну, давайте вместе, а? Ну, как-то вместе будем. Только Духом Святым можно назвать Иисуса Господом, правда? И поэтому, исполненный Духа Святого, вдруг Он говорит о том, что Ты Сын Бога Живого. И вдруг, после этого откровения, Наш Господь и Спаситель говорит, на всем камнем я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Господи, какие прекрасные слова. Это же просто... Ну, вот, если бы мы только задумались об этом. Слушайте, ну, давайте мы, честно говоря, все-таки откроем, да? Вы с Библиями или вы следите, да? Ну, прекрасно, как хорошо. У вас все прямо так вот, все чинно и благородно. Хорошо. Ну, вот. И по-настоящему, если бы мы открыли с вами Евангелие от Матвея и прочитали, и там слова Иисуса Христа, «И я говорю тебе, Ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот, опять же, тут тоже очень часто, когда Иисус, Он что-либо говорил или проповедовал, очень часто это было в притчах или в каких-то иносказаниях. Ну, аминь, так или не так? Я благодарен. Вот мы когда говорим о том, как Бог говорит. Вот, я знаете, я честно вам скажу, конечно, есть, когда Бог, Он так четко и напрямую говорит, но очень часто Его язык – это язык аллегорий, правда? Это язык этих вот притч, в которых надо разбираться. Ну, вот заметьте, вот одно Иисус, мы никуда не ушли от этого исповедания краеугольного. Вот, знаете, вот такой момент. Вот Бог может через сны говорить? А? Кто согласен? Поднимите руку. Ну, слава Богу, согласен. Ну, вот. Ну, согласитесь, очень часто, даже когда мы проследуем библейское понимание, как Бог говорит, это часто иносказание, правда? И там нужно какой-то дух для того, чтобы разобраться, потому что неизвестно, что там можно напридумывать. Ну, так. И вот здесь вот, когда Иисус, Он провозгласил «ты, Петр», а греческое слово «петр» означает «камень», ну вот, «и на всем камне я создам церковь мою». Конечно, там здесь аллегория определенная, да, и такой сказать, такой поток слов определенных. Почему? Потому что, ну, во-первых, можно ли было на Петре вообще, ну так, создать церковь? Ну как? Вы понимаете? Я, знаете, я честно говоря, но с другой стороны, когда сегодня смотришь на образ церкви, вот именно на образ церкви, да, и смотришь как на образ, как именно как на Петра, вот образ церкви – это как Петр, то просто часто удивляешься, правда? Петр очень часто всегда проигрывал, да? Ну, когда нужно было молиться, он что делал? Когда нужно было поддерживать Иисуса Христа и говорить по-настоящему, я знаю Его, да, Он не виноват, Он отступал, да? Он был красив в своем исповедании. Ну, так или не так? Красив. И это правда. Я глубоко уверен, что когда Он говорил о том, что Он любит Христа, конечно же, Он любил, но иной раз крепости той, той духовности, о которой Иисус имел в виду, в нем не хватало. И здесь, когда говорится о том, что ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, мы понимаем, что у церкви большое, огромное, во-первых, и начало, да, и огромное предназначение от самого Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ну, представьте, это же ведь на самом деле, если мы только задумаемся об этом. И поэтому, конечно, здесь аллегория камень основной, потому что никто не может положить другого камня, кроме положенного, который есть сам наш Господь и Спаситель. Он является этим краеугольным камнем. И уже как раз в дальнейшем-то вот мы, каждый из нас, оставляем этот маленький камень. Помните, уже апостол Петр, он исповедует и говорит во втором послании 1 Петра, во второй главе, где он говорит о том, что вы, каждый из вас, каждый из нас, мы составляем этот камешек. И сказано о том, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. И вот, конечно же, когда мы сегодня рассуждаем о церкви Бога Живого, о церкви именно Нового Завета, мы понимаем, что нет обделенного человека. Это не Ветхий Завет. Вот у нас тем более, знаете, тема так называется, Церковь Нового Завета. Я задумывался тогда, ну хорошо, а может быть церковь Ветхого Завета? А как вы думаете? А? Ну? Что? Да, конечно. Если мы понимаем, что мы призваны, да, в общении истинного Бога, то значит, когда Бог избирал Израиль, он, правда, призвал его. Но мы церковь Нового Завета. Мы понимаем, что если в Ветхом Завете была особая привилегированная группа людей, с которыми Бог непосредственно трудился и работал. Это кто? Это священники. Аминь? Это пророки. И это цари. И еще одна группа людей была, которые из других как бы семейств призывались. Это, помните? Кто? Назареи. Правда? Это вот они могли, по крайней мере, и так. Но когда мы говорим о церкви Нового Завета, мы призванные Богом. Именно мы призваны Богом. И написано, Бог дает благодать каждому человеку. Различные дарования. И вот я думаю, что иной раз не хватает, как церкви Нового Завета, чтобы каждый занял свое место. Скажи своему ближнему, каждый должен занять свое место. Знаете, тут совсем недавно как-то, ну, какое-то время прошло, я помню, очень интересный у меня момент один был. Я как-то на машине ехал, и смотрю, один мужчина меня, ну, тормозит, мол, подвези. Ну, что, проблем-то нету по пути, что бы не подвезти. Ну, там у нас в Ревде, не в Екатеринбурге, потому что, раз тут, где у вас дороги делаются, очень трудно кого-то подвезти куда-то. Ну, вот. Ну, там. И пока мы ехали, ну, вот. А он так немножко выпивший был, не святой. Я рядом с ним. Ну, вот. И он задает, значит, некоторые вопросы, я отвечаю, и потом вдруг он такие вопросы, значит, мне вопросы, ну, и я ему отвечаю, и он говорит, слушай, а кто ты вообще по жизни? Ну, вот, интересно, потому что, ну, это как-то определяет, что определенная жизнь у него какая-то была, а ему лет так 45-50 было. Знаете, для меня очень важно это, вот, то по жизни. Вот, когда мы в церкви говорим, что каждый должен найти свое место, вот охота сказать, а кто ты в этой жизни? Вот, так круто, правда? Если когда мы говорим сегодня, и все-таки есть такой образ, как в церкви, это тело Иисуса Христа. Скажи тело. Тело. Это такой прекрасный образ, который апостол Павел очень часто, как бы, ну, приводил в пример, как о церкви. То мы понимаем, что есть множество, есть глаз, есть рука, есть печенка, есть... Ну, так или не так? Ты кто? Ближнего своего спроси. Вот, это же одно из важных составляющих, правда? Так потому что, если человек сам себя не нашел, именно, да, вот в церкви не нашел самого себя, кто ты? Вот какой ты дар Божий, который Богом дан свыше лично, не просто для тебя, а для церкви, для какого-то определенного действия, для определенной миссии, это одно из важных. Потому что, если мы сегодня смотрим там на некоторые там собрания верующих, да, и мы говорим, да это не может быть церковь, знаете, есть группы таких, вот есть группа священства, есть группа других людей, там их называют миряне, да, то мы-то церковь Нового Завета, мы говорим, евангельские церкви, мы церкви полного Евангелия, так если мы церкви полного Евангелия, тогда и должны верить в это полное Евангелие. И мы понимаем, что служение в церкви, это служение каждого члена, где Дух Божий проникает, где Ему дают сегодня, представьте, да, глубочайшую свободу, как апостол Павел сказал удивительными словами, где Дух Господень, там свобода. Аминь. Там свобода, там свобода. Поэтому, конечно, сегодня, смотря на церковь, с одной стороны, мы понимаем, что великая слава Божия, так много сегодня, и то, что когда-то, возможно, никогда бы и не было, да, в каких-то странах, местах, сегодня смотришь, там группы верующих, и мы понимаем так же, где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа. Господь сказал, что я посреди. Он посреди. Он краеугольный камень. Он основание для нас. Потому что, соглашаемся с этими словами апостола Павла, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которой есть вера в нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Поэтому, конечно, церковь, никто не может назвать ее своей, только Господь. Конечно, ни государственные власти, ни служители даже, хотя, может быть, и хотелось бы так, но мы понимаем, что церковь, она полностью принадлежит нашему Господу и нашему Спасителю. И если сегодня мы посмотрим на происхождение церкви, то, что мы с вами уже говорили, я бы хотел открыть одно очень важное местописание. Одно очень, ну, наверное, любое местописание, оно важно. Послание Ефесянам, пятая глава. Откройте, пожалуйста, со мною. Послание Ефесянам, пятая глава. И я бы хотел с вами здесь прочитать с 31 по 32 стихи. Здесь говорится апостол Павел, который имел понимание, который имел откровение, да, как сказано очень часто, мы где-то будем с вами смотреть, написано, что мне через откровение свыше дана вот эта благодать. Говорить, свидетельствовать, призывать людей, чтобы они имели это общение в теле, именно как в церкви. И вот, пятая глава, 31 и 32 стих. Здесь говорится, посему оставить человек отца своего и мать и прилепиться к жене своей, и будут двое, одна плоть. Вот очень интересно. Представьте, да, это местописание очень часто, во-первых, ну, говорится, когда люди вступают в отношения семейные, да, когда именно венчание происходит. Именно вот это местописание очень часто из книги бытия, или, может быть, из послания эфесянам как раз приводится. Поэтому оставить человека отца свой и мать и прилепиться к жене своей, и будут двое, одна плоть. Ну, вот если бы остановиться на этом, то можно было бы сказать, ну, конечно, мы же помним в книге бытия, когда Бог созидал, помните, да, там, когда через Адама в книге бытия, когда из ребра, да, он привел ему кому? Жену и Еву, да, вот такой был творческий акт самого Бога. Но 32 стих, посмотрите, здесь говорится, тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и к церкви. И мы здесь видим, что то, что творил Бог, а это творил Бог, это имеет всегда будущее. И здесь, как бы, Господь пророчески говорит о том, что там, когда Бог творил людей, Он уже имел тайну о церкви. Я говорю, здесь сказано апостол Павел, тайна сия велика, то есть какая-то большая тайна в этом лежала. И вот здесь выступают как бы такие два отношения. Это брак, первый союз, благословенный Господом, да, и второе, посмотрите, это как, выступает как церковь. И если тогда в этом творческом акте, да, когда крепкий сон напал, Бог взял одно из ребр и сотворил, помните, Адаму, Еву, она должна была стать верной помощницей Адама. И вот во время этого творческого акта Бог уже пророчески говорил о создании в будущем церкви. И представьте, после этого события проходит четыре тысячи лет, прежде чем этот процесс повторился, и он случился не в Эдемском саду, а на Голгофском, на Голгофском кресте. Из последнего Адама, Христа, пронзенного под ребро копьем, произошло вот это вот рождение нового творения как церкви. И вот здесь-то апостол Павел и говорит здесь, я не просто о браке, о семье говорю, а я говорю по отношению ко Христу и церкви. Если тогда-то был крепкий сон, да, Адам ничего не чувствовал, то здесь, представьте, в муках рождения произошла церковь. Две тысячи лет назад она была вот именно как новозаветная церковь. И как я сказал не в Эдемском саду, а уже на Голгофской горе, как раз вот там и проскальзывала еще в бытие эта мысль о церкви. Бог уже имел свои планы как в создании из ребра участвовал сам Бог, так и из ребра Иисуса. Он сотворил что-то превосходное и замечательное. И поэтому мы можем сделать очень простой вывод, что создание церкви это воля и замысел Бога. Она была его тайной до времени. Церковь не имеет небесное происхождение. Это не плод, как я сказал, уже человеческих фантазий, выдумки, потому что иной раз люди считают, что церковь это продукт изобретательных и ловких служителей. Ну, хотя, может быть, и здесь иной раз мы согласимся с чем-то. Но правда в том, что церковь родилась в сердце Бога. она создана Богом и принадлежит только Ему. Ни государства, ни церковные власти не могут назвать церковью своей, собственностью, но только наш Господь и наш Спаситель, потому что Он лично Сам в своей плоти через отдание своей крови и своей жизни Он сотворил. Это как будто рождение ребенка произошло там, на Голгофском кресте рождение церкви. Первое Тимофею, третья глава. В подтверждение некоторых слов я хочу в 15 стихе прочитать. Апостол Павел говорит, «Чтобы если замедлю ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого». Столб и утверждение истины. И здесь что мы можем увидеть? Бог называет как раз церковью Бога Живого. Бог имеет полное право назвать ее своей. Я думаю, что всем нам приятно осознавать, что мы Его собственность, о которой Он заботится, печется, говоря о церкви. Павел как раз и говорил о той тайне, которая надлежала открыться в последнее время. Ну, вот если бы откровенно сказать, ну вот до того, как ты пришел в собрание и стал принадлежать церкви, ты разве думал о том, что ты когда-то будешь, по крайней мере, таким ревностным служителем, ревностным братом или ревностной сестрой, который по-настоящему будет частью тела Иисуса Христа. Да, мы приходили, у нас были некоторые, возможно, какие-то обрядности, еще что-то. Но чтобы быть частью, чтобы осознавать и понимать, что на тебя смотрит Бог, это Бог тебя призвал, и есть особое дарование и определенные плоды в твоей жизни, которые ты должен принести. Вот этого, я думаю, что мы не осознавали. Ну, правда ведь? Я вспомнил однажды одну у меня очень интересную такую соседку, она, знаете, очень такая религиозной человеком была, и мы понимаем, что иной раз мы, как люди верующие, евангельские, мы иногда к религиозным людям и слово религии мы как-то по-другому относимся, но религиозность это особое вероотношение, то есть вера в Бога, ну так сказать, в простоте. И когда мы с ней общались, а у ней, знаете, она такая была очень искренним человеком вот тоже, ну, православный человек искренне пришла к Богу, обратилась, и тоже непросто, она рассказывала, как произошли некоторые ситуации в ее жизни, и вот она стала верующим человеком. И помню, как-то, знаете, был такой момент очень серьезная ситуация в ее жизни, ну, мы же понимаем, где двое или трое собраны, там Господь, аминь. А еще там есть очень важные слова, где двое или трое согласятся, помните? То будет им, что не скажет. Я помню, у нее такая ситуация была, ну вот, она старше меня была, я помню, сказал ей, слушайте, давайте преклоним колено и помолимся. Ну, все. Для нас, ну, как бы для людей верующих, вот евангельские, для нас молитва это ну час, образ жизни, правда? Ну, как-то уже принято, что Бог слышит, Бог отвечает. Ну, так или так? У людей часто по-другому. Бог бывает далекий, ответит, не ответит. Здесь тоже сегодня некоторые вещи можно пересплатывать. Бог именно отвечает так, как Ему угодно. и я помню, помолился, уехал, я уже служением занимался, приехал, через несколько месяцев захожу к ней в гости, как обычно всегда, как к верующему человеку, ну вот, и она встречает, и потом просто слезами говорит, ты знаешь, Бог услышал, Бог ответил, там такое чудо произошло. Я как бы, ну, мы как люди, мы часто очень спокойны, правда ведь? Для кого-то это такой шок. Ну, таким образом, вот понимаете, что тайна, которая была сокрыта, и я думаю, что не была как-то показана и для меня, наверное, как и для тебя была тайна. Я помню, она однажды мне сказала такие слова, вот она сказала, вот я бы, говорит, ну, всех ребят знала, потому что я, такой пацан был непростой, она сказала, ну, как-то ты пришел к Богу, я еще не понимаю. Ну, это таинство, правда? Ну, не мы, как бы, да, это Бог нас призывает, не сами мы себя, вот, решили такими стать, но это Бог призывает. И поэтому, если Бог призывает, у Него есть общение с тобою, и есть особое дарование, особая благодать лично для тебя. И поэтому так важно, чтобы церковь, она стала полноценной, и рука, и нога, и глаз, и ухо. Конечно, иной раз мы отличаемся друг от друга, иной раз даже, когда мы на другие какие-то сообщества, да, церквей смотрим, говорим, о, ты знаешь, ну, ну, каждому Бог дает свое дарование по мере дара Христова, правда? Я думаю, знаете, согласился бы, наверное, со словами апостола Павла, когда он уже, ну, мы прочитали с вами, я помню, в эфесянах он говорит такие слова, да коли мы все не придем в единство Духа в союзе мира. Вот это вот единство, это очень важная часть, которая должна составлять. Вот мне хорошо, почему? Потому что это мой дом, это моя церковь. Я хочу участвовать в жизни и строительстве этой церкви. Это непросто, тем более в последнее время. Но мое дарование, моя часть, мой труд, он должен вовлекаться именно в служение этой поместной церкви, куда меня Бог призвал. Аминь? Аминь. Хорошо. Откроем с вами послание эфесянам только первую главу. Ну, а потом еще третью главу, наверное, посмотрим. Послание эфесянам, первая глава, девятые, десятые стихи прочитаем, а потом третья глава и будет со второго по шестой стихи. Смотрите. Апостол Павел говорит, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем, он в Иисусе Христе, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом. Возможно, этого еще до конца не видно, но в духовном плане это уже все есть. Даже больше. Ведь, согласитесь, написано, по обетованию мы в будущем будем иметь и новую землю, и новое, помните, небо, на которых полностью обитает правда. Если сегодня наше тело и тлеет, и мы понимаем, что всего еще того не видно, то однажды будут те измененные и тела, и сердца, и вся полнота, она будет, вот то, что Богом когда-то было заповедано, оно все однозначно придет. В духовном плане сегодня это, конечно же, Богом устрояется. Написано, что, смотрите, соединить, под главой Христом. И третья глава со 2 по 6 стихи прочитаем здесь. Здесь как раз тоже о тайне говорится. Смотрите, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена опять тайна. Вот, знаете, он постоянно об этой тайне говорит. О чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовья, которое не было возвещено прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолам его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычником быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования. То есть апостол Павел конечно же знал, что во времена Ветхого Завета откровение церкви было конечно же сокрыто. Тогда для него еще не пришло время, потому что Бог тогда в Ветхом Завете действовал через свой собственный народ Израиль. И вот мы, которые являются сегодня, да, не принадлежащие к Израилю как язычники, но для того, чтобы принять бы было участие Божие в благословении, язычникам надлежало стать частью Израиля. И тогда все человечество было разделено на такие две категории. Это иудеи, участники Божьего Завета и язычники вне Божьего Завета. Вот представьте, вот апостол Павел здесь во второй главе, просто вот посмотрите, это очень важно, потому что иной раз мы можем некоторые вещи забывать. Ну, это просто, это просто здорово, что вот такая благодать нам Христом дана. Смотрите, вторая глава с 11 стиха. И так помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанным, так называемым обрезанием плотским, обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского, чужды заветов, обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Это вот такая категоричность Божья по отношению всей земли, всех народностей, потому что для Бога было всего лишь вот иудеи в завете с ним и все остальные вне завета, не имеющие надежды и были безбожники в мире. Вот где бы они не поклонялись и как бы не поклонялись, они были вне Божьего завета. И здесь как раз апостол Павел и говорит, это была глубочайшая тайна, но благодаря вот этому новому завету, этой крестной смерти Иисуса Христа Бог просто благословил все народности, да, и вот как раз появилась такой третий народ как церковь, это люди всех племен и народов объединяются в единую церковь по вере в Иисуса Христа. Аминь. По вере в Иисуса Христа, минуя закон, обрезание, храмовые там определенные дела, все это минуя, представьте, обычная вера в Иисуса Христа принимает спасение и принадлежность к народу Божьему. Поэтому, конечно, когда мы говорим о церкви Нового Завета, как я сказал, церковь, это греческое слово экклесия, оно обозначает призванный. И вот знаете, когда мы говорим сегодня о призвании всех нас как народа Божьего, оно использовалось даже так же и в Греции для обозначения таких свободных граждан, избранных народом для управления. И нас сегодня Бог по вере призывает. Давайте будем просто места Писания смотреть. Римлянам, первая глава. Римлянам, первая глава. Римлянам, первая глава. Шестой и седьмой стих. Смотрите, здесь апостол Павел говорит, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся время возлюбленным Божиим, призванным святым. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Ну, можно просто здесь рассуждать об этих словах. Тут много просто обетований и тут и о призвании, что народ, он призван именно в общении и о благодати Божией и о общении с Богом Отцом благодаря нашему Господу Иисусу Христу. То есть, вот та благодать, она полностью народу, как Церкви Божией, дана. Я поэтому, конечно, сегодня могу, знаете, ну так, сочувствие, может быть, говорить, когда люди, некоторые, приходя в Церковь, уже какое-то минуя время познают и вдруг они по какой-то причине оставляют. Знаете, как вот в Ветхом Завете, помните, почему? Потому что Бог, Он трудится среди Церкви Божией. Я, знаете, глубоко уверен, конечно же, праведный Он своей собственной верой жив будет. Но когда человек спасается, скажи, спасается, Бог не просто его индивидуально, где-то отдельно, отдельным человеком держит, Он приводит его в собрание. Понимаете? И вот как раз благодать и кровь Господа, она циркулирует среди собрания. Замечали, как очень часто бывает, ты придешь не как кошенький, ты не можешь молиться, ты не можешь там толком, ну вот, ну такое давление, какие-то ситуации в твоей жизни. И просто во время прославления кто-то молится, вдруг благодать Божия окутывает тебя, и ты вдруг выходишь после собрания совершенно обновленной. Так или не так? Это истина. Поэтому для нас я и для всех скажу, никогда не думай просто на скрижалях своего сердца, напиши, никогда не оставляй Церковь Господа и Спасителя Иисуса Христа. Помните, в Ветхом Завете очень интересно было, когда, это тоже прообраз для нас сегодня, когда мы о Пасхе говорим, когда мы говорим о хлебопреломлении, помните, когда пасхального агонца ели, когда десятая казнь должна была, и евреи должны были собраться, заколоть, должны были этого жертвенного агонца и помазать косяки. Помните, да? Косяки и перекладины. И там было очень важные слова сказано, не выходи из дома, не оставляй то место, то есть из-под покрова крови не выходи, потому что когда шел ангел-губитель, тот, кто, он написано, видел кровь и проходил мимо, не губил. но если бы человек по своей надменности, гордости вышел бы, и он бы там, помните, там первенцы были бы, то он был бы наказуем. И не из-за того, что Бог, законы действовали определенные. Я просто расскажу вам сегодня, вот данная ситуация, звонит мне один человек из церкви, служитель тоже, и рассказывает, что у нас одна душа там, у нас вообще последнее время, я сейчас смотрю, и то ли последнее время приходит, что, знаете, дьявол просто ополчается вокруг, да, от церкви, и тот, кто вне церкви, он просто погибать начинает. Вы знаете, ну это правда. За последний там промежуток времени, да, мы столько, я только слышу, то одного хоронят, то другую хоронят. Хотя слышали, хотя знали, хотя были в общении, хотя исповедовали, и не из-за того, что Бог этого хотел. Написано в Священном Писании, Бог не хочет погибли вообще ни одному человеку. Люди выходят, враг приходит убить, убить, украсть и погубить. Поэтому я считаю, будущее всегда оно в церкви и среди церкви. Аминь. Мы призваны Богом в общении Сына Его, Иисуса Христа. Когда мы здесь говорим о определенной цене, как крови Иисуса Христа, почему? Потому что была заплачена большущая цена. Да? Потому что со смертью и воскресением Иисуса Христа была уплачена огромная цена. Это не просто цена, где мы можем так, знаете, свободно, проходя по проходу прилавков с товаром, мы видим ценники на различные товары. Мы должны подумать и вдуматься за все грехи человечества. Лично за нас была заплачена огромная цена. Кровь Иисуса стала полноценной и абсолютной жертвой и положила как раз основание заключению этого Нового Завета. Через Бога Отца, благодаря вот именно крови Иисуса Христа, Бог Отец заключил, да, с народом, который как церковь, вот этот Новый Завет. И смотрите, Евангелие от Луки, Иисус говорит, 22 глава, 20 стих, Иисус сказал, «Также и чашу после вечерей, говоря, сия чаша есть, Новый Завет в Моей Крови, которая за вас проливается». Мы знаем, что Бог благий, Бог добрый. Бог не мог, по крайней мере, в Ветхом Завете просто так взять и прийти. Должна быть определенная у него инструкция произойти, да, законом должен был, постановление. Сначала он общался с патриархами, потом заключил народ с Израилем, потом должен был как раз среди народа израильского родиться, вот как раз спаситель. И вот благодаря этой крови жертвенной Бог Отец заключил этот Новый Завет, да, именно как с новыми людьми, которые и олицетворяют сегодня и находятся как церковь Бога Живого. Через кровь Христа Бог заключил со своим собственным народом Новый Завет. Бог сделал возможным всем народам прийти к Нему. Он Бог всех народов, наций и языков. И вот эта вот неожиданная тайна, которую раньше никто не догадывался, о чем мы только что с вами говорили, о том и читали в Священном Писании, где апостол Павел то и говорит о том, что тайна сия велика, да, тайна Христовой, да, вот именно говоря о том, что Он создаст это новое, совершенно, да, новый народ, которые будут олицетворять Его Церковь, Церковь Иисуса Христа. И вот когда наступил День Пятидесятницы, Дух Святой сошел на всех учеников. Иисус, который однажды Петру сказал, что ты будешь, да, именно проповедовать Слово, Он поднялся и стал проповедовать из пророка Иоиля о том, что должно было произойти в последнее время. И давайте мы с вами откроем, как было вот это вот рождение церкви, Деяние Апостола, вторая глава. Это то, что Иисус Христос провозгласил на Голгофском кресте через 50 дней, в День Пятидесятницы это исполнилось. Деяние Апостола, вторая глава. 17-й и 18-й стихи будут. И здесь говорится, и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, юноши ваши будут видеть видения, старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь мои в те дни излию от Духа Моего и будут пророчествовать. И что же там была за истина? А истина была, что Святой Дух сможет сойти не только, как мы говорили в Ветхом Завете, на царей, священников, пророков, но на любого человека. И что Святой Дух сойдет не только на иудеев, но и на язычников. Написано всякую плоть, смотрите. И вот в День Пятидесятницы, когда родилась церковь, родился вот этот новый народ, состоящий и всех народов на земле. И знаменем это было, что люди слышали учеников, говорящих на языках разных народов, провозглашая их великие дела Божии. Хотя еще в Ветхом Завете пророк Иоиль об этом уже пророчествовал за несколько сотен лет. Но вот во время Дня Пятидесятницы как раз то исполнение как раз и произошло этих слов пророка Иоиля, что Бог и зальет от Духа Своего на всякую плоть. И то, что было сокрыто, было в тайне, стало вдруг откровением для апостолов, пророков, для верующих. Это новый этап стал временем Церкви, временем благодати, временем сошествия Святого Духа, временем Нового Завета, временем, когда Господь сегодня призывает всех людей в общение свое. И любому человеку, обратившимся к силе и действию его жертвы, крови, есть путь к спасению, любому человеку, из любой нации, из любого народа. Точно так же, как было в Египте, вспомните, когда израильский народ обращался к крови жертвенных агонцев, которой он мазал косяки дверей, так кровь спасала их от ангела смерти. Как евреи должны были смотреть на изображение медного змея в пустыне, когда умирали от укусов змей из-за своих грехов. Точно так же и спасение язычнику, который верой взирает на Христа на кресте. Кровь Святого Сына, она его очищает. Давайте с вами еще некоторые места писания посмотрим. Мы уже открывали с вами и прочитывали, да, вторую главу 11 и 13 стихи, но сейчас второе послание Коринфянской Церкви, пятую главу, 21 стих, прочитаем. Второе Коринфянам, пятая глава, 21 стих. И здесь апостол Павел говорит, смотрите, ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделали справедными пред Богом. И мы видим, что Церковь – это путь к благословению, во-первых, для любого человека, для всех народов. И вот через этот Новый Завет Бог приблизился к тем, кто был когда-то потерян, к тем, кто раньше был исключен из благословения, получили к нему доступ. Помните, как мы с вами читали, что мы, будучи язычники по плоти, не имели надежды, были безбожники. И вот мы получили это великое благословение, доступ к благодати. Те, кто принадлежал к Божьему народу, стали принадлежать новому народу, называемому Церковью. Церковь – это канал Божьего благословения всем народам. Это время началось в день Пятидесятницы сошествия Святого Духа. А сошествием же Святого Духа в свою очередь явилось следствие примирительной смерти Иисуса Христа, Его воскресение и победы над дьяволом, Его вознесение и возвращение к Отцу, где Он сегодня сидит, теперь по праву руку Отца и ждет окончания, когда Он явится за Своей невестой. Его примирительной смерти положило основание Божьему делу. Теперь Бог может считать оправданным всех людей, которые веру и принимают заместительную, жертвенную смерть Христа за них. Как здесь сказано, смотрите, сделали справедными пред Богом. Благодаря кому? В вере нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. И вот, как я сказал, это, конечно же, была некоторая тайна, хотя уже апостол Петр во второй главе, когда провозгласил, что и зальется на всякую плоть, но, согласитесь, не так-то просто было религиозному еврею поверить, что и язычники точно так же примут это благословение, и Бог точно так же примет, Бог примет именно этих язычников в свое общение. И вот, хотел бы вам одно интересное местописание показать, это деянием 10 глава. Давайте, помните, когда Петр, он увидел этот сосуд, хотя ему было сказано, когда еще, помните, когда даже на горе они стояли, что идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всему творению Божьему. Ну, не так-то просто было, по крайней мере, этим религиозным, даже тем, кто апостолам, поверить в то, что Бог приготовил благословение и для язычников. Смотрите, 10 глава, с вами 9 и 13 стих, Деяния апостолов. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. Ну вот, ну нужно, по крайней мере, еще неоднократно нам иной раз подтвердить что-то, может быть, так вот сверхъестественно, для того, чтобы какое-то обетование, Божье откровение в нашем сердце все-таки возгорелось. Ну вот, ну так вот, вот такие мы иной раз, да, люди. 10 стих. И почувствовал он голод, то есть вот, ну там вот, должен был покушать он. Ну вот, как бы, да, вот Бог интересно, он, знаете, вот прямо приходит, да, с одной стороны, захотел кушать, там приготовляли, чтобы не соблазняться, не вкушать эти дым, запахи, пошел наверх, ну приятное время, да, думает, помолюсь. И вдруг Бог ему что-то там показывает и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление, то есть пришел Дух Святой и видит отверстие неба, исходящее к нему, некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускается на землю. И в нем находились всякие четвероногие, земные звери, пресмыкающие птицы небесные. И был глаз к нему, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. И помните, там дальше говорится о том, что это повторялось даже трижды. То есть первого раза не проникло, ему нужно было Богу второй раз сказать и третий раз. И он до сих пор все равно не понимает. Ну, разве он не знал, что пища не приближает к Богу и не отдаляет? Какая разница? Знал, знал. Ну, вот, знаете, ну, вот, иудеи, благословенный народ, и там он, конечно же, не понимал. Но Бог, оказывается, уже разговаривал. Да? И все пазлы, все откровение должно было в общую картину там слиться. А до этого мы знаем, что в Деяниях апостолов здесь, в 10 главе, когда муж Корнилий молился, да, написано, был благочестивый, он был вообще язычник, далекий от общества израильского. Но Бог-то хотел распространить это благословение для всех народов. А люди-то не готовы сегодня, да, и ну раздвигаться. И вот таким образом, да, Бог вдруг дает это откровение апостолу Петру. Да, потому что, когда он пришел, ангел Корнилий, он сказал, пошли к Петру, и он скажет тебе слова, которыми ты спасешься. И вот эти люди подходят, а тут как раз Петр видит это откровение. Он не понимает, ему говорят, что мы откорнили, да, этот человек благочестиво видел ангела, который ему сказал, призови Петра. И Петр же во второй главе, мы только что с вами читали, он проповедовал, что Дух Святой должен быть излит на всякого человека, без разницы. И вот он идет с ними, не понимая. И вот когда он приходит туда, в дом Корнилия, перелеснем страничку, с вами 44 стих, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились. Вы видите? Они изумили, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали говорящими языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. Ну, вот я, знаете, вот всегда вот почему и думаю, Господи, ну сказал бы ты прямо, правда? Ну мог же прямо сказать? Сейчас придут люди, откорнили, иди с ними, скажешь им Слово. Почему здесь Господь даже так вот, таким образом говорит? Это Богу угодно, это Его язык. Вы чувствуете? Это Его. Он как бы хочет и нас, чтобы не просто у нас вера была, но доверие Ему. Ну так, так, таким вот образом, доверие. И мы видим, что Бог показал, да, как раз Петру и всем, кто был там, с Петром, некоторые евреи, показал, что открылась дверь всем народам, всем нациям. Помните, если вот в бытие, в третьей главе, двери рая закрылись, то благодаря Новому Завету двери рая снова для всех людей распахнулись. Скажи, распахнулись. Слава Богу. Скажи, слава Богу, что я в церкви. Слава Богу. Поэтому мы видим, да, что двери, они раскрылись для всех. Путь к Богу открылся для всех людей через веру в Иисуса Христа. И не через закон, обрезание. За это сражался как раз Павел всю свою жизнь. Но новое откровение Бога заключалось в том, что и язычники могут на основании пролитой за них крови Иисуса приходить к Богу, минуя закон, обрезание, служение в храме. Напротив, и обрезанному Иудею, и необрезанному Элину, это ты и я, необходима вера в Бога, чтобы получить праведность. Давайте откроем с вами третью главу послания римлянам. Третья глава, двадцать восьмой и тридцатый стих. Это нам важно. Почему? Потому что, ну, в последнее время тоже я слышу об этом. Есть разница, ты знаешь, разницы нету. Я считаю так, без разницы, какая плоть. Африканская, иудейская, армянская, или русская, или белорусская. Плоть есть плоть, правда? Бог не на плоть надеется, не на плоть смотрит. а на сердце. Скажи на сердце. Поэтому, какая разница, какое сердце? Оно нуждается в очищении, освобождении и благословении Господнем. Аминь. Аминь. Третья глава. Подтвердим эти слова, ну, словами апостола Павла, двадцать восьмой стих. Ибо мы знаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Скажи независимо от дел закона. Ну, я, знаете, я соглашаюсь со Словом Божьим. Для меня это и есть истина. Если я вижу, что, ну, минуя закон и все дела, то я понимаю, что это просто обычная вера в Иисуса Христа. Знаете, прийти к Богу не так-то сложно. Следующая жизнь, вот, очищение, освобождение, вот это вот, очень важно. Правда? потому что делоплоти нужно убирать. А делоплоти, они у всех есть. Потому что человек не оправдывается делами. Никогда. И не оправдается. Потому что в плоти всегда грех коренится. Ну, и только благодать Божия, и только когда человек, он в церкви, когда кровь, когда Слово Божие, оно именно, оно проповедуется, оно способно нас сегодня формировать и изменять. Ну, вспомните, когда вы пришли. Знаете, есть люди, которые не пили, не курили, я их называю святыми грешниками, но не грешники. А есть люди, которые прошли через ад кромешный. Да? И когда падшая женщина упала у ног Иисуса Христа, и Бог точно так же положил на нее руку, сказал, Вера, Твоя спасла тебя, но не оставайся один или одна, а приходи в общение в церковь мою, которую я создал. Аминь. Давайте, наверное, еще откроем Римлянам первую главу здесь, 16 стих. Апостол Павел, он всегда сражался за это. Здесь 16 стих говорится, Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно и есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом Иелину. Знаете, конечно, перед апостолом Павлом можно снимать шляпу, он очень любил свой народ. Он был призванный, да, апостол. Наверное, если бы вот так вот по-человечески брать, наверняка бы, лучше бы, наверное, апостола Павла, который был фарисеем, знал все законы, все постановления, был фарисей, его бы лучше бы оставить, надо было и время проповедовать, правда? Но Бог не опирается на силу человеческую, Бог опирается на что? На свой дух. Поэтому он взял его и к язычникам. Но он всегда любил свой народ. Помните, он говорит о том, что я готов был, да, даже сам остаться без Христа ради моих братьев по плоти. Какая ревность именно за свою нацию, за свой народ. Я думаю, Господи, благослови, что вот мы точно так же, может быть, какую-то чуточку какого-то сердца апостола Павла все-таки в свою жизнь взяли, правда? Потому что ведь мы же понимаем, что кто любит Бога, тот же желает, во-первых, и спасения от Бога для каждого человека, правда ведь? Мы хотим сегодня, чтобы и отцы, и матери, и братья, и сестры, и друзья, и все были спасены. Но как апостол Павел однажды удивительным образом сказал, как услышат, если не будут посланы, как прекрасны ноги благовествующих благов. Если не скажешь, то как они услышат и поймут. Поэтому, конечно же, он ревновал, и поэтому здесь как раз в Священном Писании и говорится, ибо я не стыжусь в благовествовании Христова, потому что оно и сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудеи, потом и Элину. Мы где-то уже, наверное, заканчивать будем. Можно, Илья? Конечно, первая церковь, она была из религиозных евреев полностью собрана и созидаема. Они не оставляли богослужения в храме, они не оставляли обрезания, они не оставляли закон. Сегодня даже есть мессианские евреи такие. Я думаю, что апостол Павел как раз и был из этих людей. Но когда читаешь Священное Писание, то ты понимаешь, что человеку нужна просто простая вера нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Люди приходят в церковь, когда исповедуют Иисуса Христа, и Он как бы приводит их в общение не только с собой, но еще и друг с другом. Аминь. Хотел бы в заключение снова открыть Евангелие от Матвея, 16 главу. Потому что краеугольное основание для церкви – это, конечно же, призвание. 16 глава 16 стиха, я прочитаю по 19. Симон же Петр, отвечая, сказал ему, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». И смотрите, Иисус сказал, «Что даже врата ада не одолеют и не могут превозмочь церковь». Это значит, что церковь имеет на земле очень важное значение. Но, несомненно, здесь имеется в виду не мертвая, застывшая какая-то организация, а живой и верный Богу, сильный, непоколебимый организм. Я уверен, что Бог относится к церкви совершенно иначе, чем даже мы с вами. Знаете, сегодня мы, я думаю, что только просто подбираемся к тому откровению, которое было открыто апостолам и пророкам о церкви. Вы слышите меня? Может, мы много книг уже прочитали, и мы какие-то познания имеем. Но есть знание, а есть глубина откровения. Правда ведь есть разница? Есть разница. И вот если вот это откровение, которое имел апостол Павел, она придет к церкви, а я верю, что оно будет, потому что Павел сказал в своем, доколе мы все не придем в это единство. Я понимаю, что в последнее время непростые времена будут, непростые. Но для Слова Божия нет преград, ведь правда? Если с нами Господь, то кто против нас? Поэтому у церкви, конечно же, есть большое будущее. Но может быть, не так, как мы думаем или как мы представляем, а именно так, как видит это Господь наш и Спаситель, Который является как раз краеугольным камнем и Господом той церкви, в которой тебя и меня Он призвал. Аминь. И есть призвание, посвящение. Назвать Иисуса Господом — это не только разумом, а это Ему посвятить свою жизнь. Аминь. Давайте мы встанем, дорогие. Отец Небесный, мы хотим поблагодарить Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, нашего Господа и нашего Спасителя. И мы знаем и мы понимаем, что нет другого имени под небом, которым бы надлежало человекам спастись. это краеугольное основание для церкви. Вера Спасителя Иисуса Христа. Он есть родоначальник и начальник. Он Господин жизни. Он глава церкви. И Он главествует среди народа Божьего и церкви. И мы просим Тебя, Господь, Ты благослови, Господь, церковь свою. Благослови именно свою церковь, Господь, которую Ты изначально избрал и призвал. Чтобы каким-то образом нам в любви Господь общаться, соединяться, Господь. Благослови. Как Ты сказал, у Тебя есть и дары, и призвания. Благослови, чтобы церковь стала живой, крепкой, способной, Господь, на те добрые дела, к которым Ты ее, Господь, призываешь. Но мы не уповаем не на Себя, Господь, мы уповаем полностью на Тебя. Ты, Господин жизни нашей. И мы не просто сегодня поем или хотим сказать «С нами Бог», но мы говорим «Мы с Богом». Господь, благослови. Пускай Твоя благодать пребывает в церкви и над церковью. Пускай она очищает, освящает, созидает Твою церковь, Господь. Благослови Духом Твоим святым, Словом Твоим, Истиной Твоей, Дух Святой, чтобы Тебе не тесно было, Господь, в сердцах наших и душах наших. Благослови, Господь. Пускай имя Христа, оно прославляется среди церкви Христовой. Да будет Тебе вся слава Богу Отцу, Сыну Христу и Духу Святому.